МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 февраля – один из самых любимых в России праздников – День защитника Отечества. Интересно, что впервые его отметили в 1922 году, сразу в честь 4-й годовщины победы Красной армии над немцами под Нарвой и Псковом. В 1918-м еще продолжалась Первая Венеровая война. Одновременно шла гражданская. И регулярной армии молодого государства приходилось нелегко. Даже в Казанской губернии на территории нынешней Чувашии было очень неспокойно, хотя масштабные боевые действия здесь не велись. Напомним, самой автономной области еще не существовало, и делами обороны занимались три уездных военных комиссариата – Чебокцарский, Цивильский и Ядринский. Чувашия являлась ближайшим дыром, потому что особенно в августе-июле 1918 года, когда бюргвардейцы заняли Симбирск, Казань, Ишкар-Ару, тогда царь Кокшейск. И, естественно, здесь на территории Чувашии происходило и формирование вот как раз групп войск. Там у нас три группы войск были сформированы. Казанская, Шхранская и, соответственно, ораторская группа войск. Плюс происходила мобилизация населения. Там проблемы были в том, что в начале 1918 года мобилизация была добровольная. И, так скажем, многие из тех, кто записались сначала добровольцами, потом, допустим, уходили и не являлись. На самом деле уже во время отбытия комиссариата службы. А когда мобилизация уже становится всеобщей, и так обязательно, то, естественно, здесь роль комиссариатов еще больше выросла. И на территории Чувашии там будут сформированы несколько стрелковых дивизий, различные бригады, роты, которые будут в дальнейшем участвовать на Восточном фронте. Несмотря на то, что тема гражданской войны не особенно популярна у современных историков, у нас в республике издано немало трудов, посвященных этому периоду. Что особенно ценно, они содержат копии документов. И у читателя есть возможность не просто узнать исторические факты, но и почувствовать атмосферу того времени. При уездных комиссариатах, например, были комиссии по борьбе с дезертирством. То есть как раз выявлялись красноармейцы, которые бежали на родину. И на самом деле на территории Чувашии у нас здесь было очень много дезертиров. То есть в данной книге, допустим, которая была 5 лет назад, издана Институтом гонитарных наук, там приводится множество документов, где как раз и говорится, что, допустим, там один Чебоксарский уезд, в 1919 году тысячи дезертиров были зарегистрированы. То есть это все жители этого уезда. То есть люди, естественно, не хотели принимать участие в этой братоубийственной войне и бежали на родину. И вот как раз эти комиссии по борьбе с дезертирством, они и накладывали очень большие штрафы и на семьи дезертиров, и на все общество. Здесь тоже приводится документ, когда вот это сельское общество должно было выплачивать от 20 тысяч рублей и до миллиона и более. Там цены просто различались в 1918, 1919 и 1920 годах, там очень большая инфляция. Поэтому очень вот такие большие штрафы были. Но самое главное то, что еще отбирали там рошадей, допустим, другое имущество. Вот поэтому вот эти комиссии при военных комиссариатах, они активно очень боролись с дезертирством. И существовала именно коллективная ответственность. То есть отвечало все сельское общество. Вот, допустим, книга учета наложенного штрафа за 1920 год. То есть перечислено селение Чебоксарского уезда и какой из них штраф. То есть взымался. А вот тут они как раз перечисляются. Самый большой здесь указано 900 тысяч. Вознесенское сельское общество Никольской области. Вот, 900 тысяч. Так, есть вам 500 тысяч. Довольно много. Хотя, как мы сказали, активные боевые действия в нашей местности не велись, кое-где вспыхивали настоящие сражения. Возле Батрева отряд ополченцев несколько дней отстреливался от Белочехов. Отвоевать пришлось и станцию Тюрлема. Для Чувашии самый беспокойный год это был 1918. Вот как раз лето. Июль-август. Вот здесь как раз отметим то, что вот эти белогвардейские части, они наступали на Оратарь с одной стороны, а с другой стороны на Чебоксары. То есть там была попытка окружить пятую армию красных, значит, то есть севера и с юга. Поэтому здесь боевые действия они вот так затронули. Если брать Оратарь, то там на самом деле не дошли 25 километров. То есть примерно до Оратаря. А Чебоксары ставились целью почему? Потому что между Чебоксарами и Свияжском здесь находилась ворская фротилия, базировалась красная. И Чебоксары – это важный пункт, который позволял перекрыть, так скажем, Воргу. Проблема в том, что у нас исторические источники очень ограничены. И у нас нет информации. То есть там в источниках просто упоминается, что был разбит отряд белогвардейских войск. И, соответственно, значит, некоторые другие такие попытки. А вот источников подробных у нас, к сожалению, здесь нет. Поэтому, чтобы охарактеризовать, какая там численность была, допустим, насколько там столкновение было. Но в реальности это были, так скажем, больше разведывательные отряды, то есть белогвардейцев. Здесь не было такого, так скажем, прям полномасштабного наступления. Кроме того, в 2018 году стоит отметить там и еще один факт, который и нами там в истории Чебоксара, допустим, отражался, и в истории Чувашии новейшее время есть. Это деятельность так называемого Трофимовского, который был командующим Казанским укрепленным районом, но отверг свои войска и фактически облегчил сдачу Казань. А как раз прибыв на территорию Чувашии, он объявил себя начальником со снабжения всего Восточного фронта и командующим правым берегом реки Волга. Но фактически его действия сейчас трактуются как красный бандитизм, потому что его, соответственно, солдаты, они разорили, например, Марпасад, там при этом несколько десятков человек было расстреляно. Они совершали нападение на различные села Чебоксарского уезда. А, допустим, взять и в открытом бою его, так скажем, победить было трудно. У него были укреплены вот эти пароходы в Миссурии и Гильдебрандт, и только хитростью удалось его выманить и, так скажем, арестовать, и затем уже разоружить его отряды. Поэтому здесь и борьба с красным бандитизмом, вот этим так называемым, и борьба, да, с различными, как называли раньше, контрреволюционными выступлениями, которых было довольно много в 2018 году в связи с приближением первых частей. Вот, в 2018 году, так что очень бурная деятельность была. Там и Чебоксарская рота принимала участие, и другие части. У нас, кстати, были Чувашская и Русская рота, то есть две отдельно в Чебоксарах. А вот, что касается 2019 и 2020 годов, то здесь, да, будет уже все гораздо поспокойнее, потому что фронт ушел дальше на восток, Казань освободили, Симбирск был освобожден тоже. И тогда, да, для военных комиссариатов самое главное – это будет мобилизация. Впрочем, мобилизация в то время тоже проходила неспокойно. Уставший от многолетней войны народ был настроен не особенно патриотично. Кроме того, приходилось нести и другие повинности по материальному обеспечению регулярной армии. Там регулярно проводились в течение 18-19-20-х годов различные месячники, недели, дни. То есть, допустим, там, неделя сухаря, там, неделя помощи фронта, допустим, и так далее. То есть, если мы возьмем, там, неделя красного подарка. Примерно такие были компании, где собирали в помощь красноармейцам. Конечно, промышленность на территории Чувашии была развита тоже не очень сильно. Так, и в итоге, хотя есть у нас, допустим, то, что из Петрограда эвакуировали на территории Чувашии предприятия. Обычно Великая Отечественная война вспоминается, но был факт и в годы Гражданской войны. Так, или, но в основном у нас производили изделия из дерева. И так, значит, или это пурошубки в большом количестве шили, валенки, допустим. То есть, вот, обмундирование, так, значит, вот, то есть, в основном, вот такое. Плюс там изготавливали кровати, допустим, табуретки. Ну, на самом деле, это тоже довольно важно для вот этих там штабов, организаций. Если говорить о действующих лицах военной истории Чувашии того периода, первым вспоминается Иван Ефимов. Сначала Чебоксарский уездный, а после 1920 года областной военный комиссар. Кадровый военный, окончивший Тифлийскую школу прапорщиков, успевший повоевать на фронтах Первой мировой, и в 18-19-м рвался на передовую. Он пишет в Самару, там тоже штаб округа был, пишет, говорит, вы же меня знаете, мой опыт знаете, все это, мои способности знаете. Возьмите меня на любую должность там, потому что я там пригожусь больше. Вот Чувашским областным военным комиссариатом призваны кадры командового и командирского состава в число бывших военных специалистов. Они получили там образование, военное образование, в основном из бладших офицеров. Наиболее ярким представителем высшего командового состава Красной армии является уроженец города Чебоксары, генерал-майор царской армии Павел Павлович Лебедев. Вначале он занимал должность начальника мобилизационного управления Всероссийского главного штаба, а весной 1919 года, в период борьбы с Колчаком, был назначен начальником штаба Восточного фронта. То есть это большая величина. Вот здесь тоже про Василий Иванович Чапаев, как вы говорите, от командира полка до командующего группой ВУС Уральского фронта. Вот такие события происходили в Чувашии примерно 100 лет назад в это время. И таковой была предыстория праздника защитников Отечества для нас. С тех пор перечень задач военных комиссариатов существенно расширился, но по-прежнему на первом месте призыв к мобилизации и подготовке кадров. В первую очередь хочу обратиться к ветеранам, к ветеранам Великой Отечественной войны, к ветеранам военной службы, локальных конфликтов. Хотел поздравить и пожелать всем крепкого здоровья. И чтобы этот праздник никогда не был омрачен именно той ситуацией, которая складывается сейчас у нас по всему миру. То есть лишь бы не было войны. Все остальное мы сдержим. Честенем. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ